Всем привет! Сегодня я покажу, как приготовить вкусные ароматные баклажаны с грибами на зиму. Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто хочет сохранить вкус лета на холодные зимние дни. Ну что, поехали! Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты. Баклажаны, лук, пару зубчиков чеснока, растительное масло, уксус, сахар и соль. Для начала подготовим наши ингредиенты. Грибы тщательно промойте и нарежьте ломтиками. После того, как мы нарезали грибы, кастрюлю с водой поставьте на огонь и закипятите ее. В воду добавьте пол чайной ложки лимонной кислоты. Это для того, чтобы наши грибы при варке не потемнели. После закипания варите грибы 2-3 минуты. После того, как грибы отварились, достаньте их и повторите процесс. Наполните большую кастрюлю водой и доведите ее до кипения. На каждую порцию баклажанов нужно использовать большое количество воды, чтобы они могли свободно плавать и одновременно обрабатываться. Погрузите баклажан в кипящую воду. Бланшируйте в течение 2-4 минут, в зависимости от размера. Сразу после бланширования выложите баклажан в большую миску или кастрюлю и залейте холодной водой. Это остановит процесс готовки и поможет сохранить цвет и текстуру. Снимите кожуру и нарежьте на кусочки произвольной формы. Нарезаем чеснок. Лук. Отлично! После того, как мы отварили и нарезали все наши ингредиенты, начинаем смешивать салат. В большой кастрюле соедините баклажаны, грибы, лук и чеснок. Давайте приготовим заливку для нашего салата. Для заливки нам понадобится 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 4 столовые ложки воды, 150 грамм масла, 70 грамм уксуса и все хорошо перемешать. Добавляем заливку к нашим ингредиентам и все еще раз хорошо перемешиваем. Подготовим банки. Банки и крышки мы тщательно промыли. И теперь мы в каждую банку можем разложить салат. Остаток заливки на дне кастрюли распределите по банкам. Поместите банки в большую кастрюлю с водой и кипятите в течение 20 минут. И вот наш зимний салат готов. Надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы попробуете приготовить его дома. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже. Буду рада видеть ваши отзывы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем смачного! Пока-пока!